Сегодня мы решили начать подготовку к учёбе. Сделаем канцелярию в виде косметики и разыграем друзей. Всё-таки каникулы ещё продолжаются. Вот незадача, сломалась линейка. Не очень-то удобно такими кусочками пользоваться. Одолжу ей свою, особенную. Сделать такую линейку пара пустяков. Зато эффект, который она производит на окружающих, стоит потраченного времени. Вырезаем цветную бумажную линейку. Обводим пилку. Вырезаем. Приклеиваем линейку. Обрезаем лишнее. Подруга чертит под линейку, а мне как раз нужно подпилить ноготок. Как ни в чём не бывало, использую линейку как пилку. Подруга ошарашенно наблюдает, не поймёт, как такое возможно. Линейка и пилка два в одном. Удобно и практично. Она наверняка захочет себе такую. Хочешь накрасить губы? Осторожно, в тюбике с тинтом. Может быть, вовсе не то, что ты ожидаешь. Из пустого тюбика выкручиваем насадку-дозатор. Переливаем канцелярский клей. Пробуем, как она работает с дозатором. Отлично. А теперь покажем подруге, для чего на самом деле нужен такой тинт. Это самый настоящий канцелярский клей. Занимает мало места и работать с таким тюбиком очень удобно. Скошенный носик наносит тонкий слой на бумагу. Бьюти-блендер или ручка? И то, и другое. Не веришь? Смотри. Вытаскиваем стержень из ручки. Вставляем его в бьюти-блендер. Отрезаем лишнее. Закрываем отверстие украшением. Делаю вид, что подправляю макияж. Подруге понадобилась ручка. Предлагаю ей бьюти-блендер, которым якобы подправляла макияж. Она не понимает, для чего он ей, ведь она попросила ручку. И тут она замечает, что это не обычный спонж, а пишущий. Мягкая ручка с милым цветочком. Кстати, ей очень удобно писать и рисовать. У меня тоже есть необыкновенная ручка-антистресс. С цветными пузырьками внутри. Растворяем краситель в воде. Набираем в шприц. И переливаем в прозрачный контейнер от блеска. Наливаем в чашку немного глицерина или растительного масла. Насыпаем косметический пигмент или другой жирорастворимый краситель. Хорошо перемешиваем. Добавляем цветной глицерин в подкрашенную воду. Вставляем в контейнер стержень от ручки. Заклеиваем водостойким клеем. Подкрашиваем лаком для ногтей. Можно добавить блеска. Посыпать глиттером. Подруга в восторге. Она даже забыла, что хотела написать. Просто переворачивает ручку, наблюдая за движением ярких пузырьков. Удивительно, что можно сделать из использованного контейнера от блеска. А еще у меня есть уникальный маркер в форме бальзама. Маленький и очень удобный. Давай сделаем такой. Освобождаем контейнер от остатков бальзама. Разбираем маркер. Отрезаем стержень. Выдавливаем термоклей в контейнер. Вставляем маркер. Твоей подруге он точно понравится. Его можно выкручивать и закручивать. Он удобно закрывается колпачком, отлично справляется со всеми функциями обычного маркера. Жаль, только губы не увлажняет. Пудра дорогого бренда? Да нет, это блокнот. Вещь в любом случае нужная. Сделаем его сами. Размечаем лист цветной бумаги. Разрезаем его на нужное количество листов. Подготавливаем столько разноцветных страниц, сколько необходимо для нашего блокнота. С обеих сторон закрываем листы картонными карточками и проклеиваем по торцу резиновым клеем. Фиксируем канцелярским зажимом. Снимаем биндер. Отрываем картон. На прямоугольный отрезок черной бумаги наклеиваем картонные карточки. Срезаем углы. Закрываем края. Одну сторону декорируем зеркальным картоном. Закрываем середину. Приклеиваем страницы к другой стороне. Добавим логотип косметического бренда на обложку. Ух ты, круто! Ты что, получила наследство? Такая дорогая пудра. Что это? Листики? Это блокнот. Вот выдумщица. Но мне нравится. Подаришь? Гигантская губная помада. От такого пенала точно все будут в восторге. Разрезаем картонную трубочку от фольги или пищевой пленки. Размечаем на черной бумаге. Вырезаем с припуском. Делаем надрезы. Нужны две одинаковые детали. Загибаем разрезанное. Приклеиваем к трубочке. Отмечаем ее размер на черной бумаге. Отрезаем деталь. Обклеиваем трубку. Закрашиваем торец черным лаком. Скручиваем бумагу. Вставляем в картонную трубку и приклеиваем. Фиксируем скрепкой. Заклеиваем черной деталью торец второй картонной части. Оклеиваем розовой бумагой. Торец можно закрасить маркером. Врезаем розовый кружок. Заклеиваем черное дно. Собираем пенал. Добавляем логотип косметической фирмы. Подруга хочет записать что-то в своем блокноте-пудренице? У меня тоже есть. Чем ее удивить? Пусть воспользуются ручкой из моего пенала помады. Ей понравилось? Невероятно. Тушь оказалась подходящим футляром для обычной кисточки для рисования. Такую оригинальную и удобную вещицу можно легко сделать самому. Откусываем щеточку от старой туши. Заменим ее кисточкой. Отламываем вверх. Приклеиваем универсальным клеем. Вытаскиваем дозатор. Он нам не понадобится. Подруга рисует обычной кистью, а я достану свою. Вот она удивится, увидев, что я взяла тушь. В таком удобном футляре кисть легко помещается в моем пенале. К тому же потом можно не тратить время на просушку. Просто вставляю кисть в контейнер и закручиваю. И она ничего не спачкает и не затеряется. Не спеши выбрасывать в пустой контейнер от бальзама. Из него может получиться отличный ластик. Собираем вместе много-много резинок. Формируем мячик. Мы делали такой в лайфхаках с резинками. Отрезаем решетку от серединки пустого контейнера ЭОС. Вставляем в нее мяч из резинок. Фиксируем термоклеем. Собираем контейнер. Разыграем подругу. Она что-то сосредоточенно рисует простым карандашом. А открываем у нее на глазах ЭОС и сразу трем бумагу. В первый момент она испугалась, но потом рассмотрела, что вместо бальзама в контейнере ластик из резинок. Но оказывается, я не оригинальная. У нее тоже ластик-бальзам, только выглядит он совсем как настоящий. А сделать такой пара пустяков. К тому же в видео с лайфхаками у нас был подобный брелок. Обмазываем крышку контейнера вазелином. Наполняем ее цветным термоклеем с блестками. Обычный клей тоже подойдет. Вытаскиваем заготовку. Наносим круг термоклея на пергаментную бумагу, смазанную вазелином. Вдавливаем контейнер. Снимаем бумагу. Убираем излишки клея. Этой основой мы закроем пробил между контейнером и бальзамом. Крепим клеевой бальзам. Цветной клей с блестками выглядит совсем как самодельный яркий эос. А стирать карандаш он ничуть не хуже настоящего ластика. С первого взгляда трудно себе представить, что бальзам сделан из термоклея. Двойной блеск для губ. Да нет же, это корректор и клей в одном флаконе. Раскручиваем двусторонний контейнер для блеска. Вынимаем дозатор. В одну половину наливаем корректор. Ставим дозатор на место и закрываем контейнер. Во вторую половину добавляем канцелярский клей. С каждой стороны приклеиваем узкую полоску малярного скотча. Покрываем контейнер прозрачным лаком для ногтей. Покрываем глиттером, каждую половину в свой цвет. Снимаем скотч. Сверху нанесем слой прозрачного лака, чтобы закрепить блестки. Подруга долго ищет бутылочки с корректорами клеем. К тому же они занимают столько места. Зато у меня такой компактный контейнер, размером не больше обычной ручки. С одной стороны корректор, с другой – клей. А как удобно замазывать ошибки? Аппликатор не дает корректору растекаться и образует тонкий слой. А с этой стороны – канцелярский клей. Вместо громоздкой бутылки – изящный флакон. Надеемся, наша забавная канцелярия в виде косметики придется тебе по вкусу. Выбирай, что понравилось больше всего и делай уникальные школьные принадлежности. Такие будут только у тебя. Подписывайся, делись с друзьями, жми лайк и звони в колокольчик. Смотри и комментируй наши новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok